К тому, Владимир Владимирович, что тоже интересует, мне кажется, сегодня весь мир. Да точно интересует весь мир. Ваша встреча с Джо Байденом. Расскажите, пожалуйста, нам, что вы будете с американским президентом обсуждать. Мы будем обсуждать вопросы двусторонних отношений. Я исхожу из того, что мы должны попытаться найти пути урегулирования этих отношений. Сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне, мы это все хорошо знаем. Мы будем говорить о стратегической стабильности, о урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках. Мы будем говорить о процессах разоружения, о борьбе с терроризмом, надеюсь, о борьбе с пандемией и о вопросах экологического характера. Ну, это примерная повестка дня. Когда у вас была встреча с предыдущим американским президентом, Дональдом Трампом, в 2018 году, как раз под завершение чемпионата мира по футболу, были огромные ожидания тогда, что ну как-то может быть наладится. Но после этой встречи с санкцией было, кажется, больше, чем до. Вот тут ждать того же самого? Это вы у Байдена спросите, я не знаю. Мы никаких санкций не вводим, мы только там, где считаем возможным, чтобы себе не навредить, в ногу себе не стрелять, мы как-то отвечаем на почему американские партнеры делают то, что они делали до сих пор. Во многом остается загадкой, я считаю, что это, уверен даже, что это прежде всего происходит под действием внутриполитических процессов. Российско-американские отношения в известной степени стали заложником внутриполитических процессов в самих Соединённых Штатах. Ну, надеюсь, что это когда-то закончится, имея в виду, что фундаментальные интересы в сфере хотя бы безопасности и стратегической стабильности и сокращения опасных для всего мира вооружений, всё-таки важнее, чем текущая внутриполитическая конъюнктура в самих США. Среди разногласий между Россией и США вмешательство в выборах. Вот Соединённые Штаты обвиняют Россию очень часто в последнее время в вмешательстве в выборах. Россия обвиняет Соединённые Штаты, то, что Соединённые Штаты через НКО вмешиваются в российские выборы. Да и не только в российские, это не только российско-американская, на самом деле, тема. Вот недавняя история буквально в Молдавии, когда посол США в Молдавии просто собрал, точнее, пришёл к главе Центра избиркома Молдавии, генпрокурору, ну и они поговорили прямо накануне выборов. В связи с этим вопрос. Может быть, в связи с тем, что все технологии, в том числе избирательные, становятся глобальными? Настало время как-то на глобальном уровне решить, ну действительно, а что считать вмешательством, что нет? С кем могут встречаться послы, с кем нет? Ну как-то выработать единые правила игры. Это возможно? Теоретически, да, практически маловероятно. Дело в чём? Дело в том, что, вот вы сказали о разногласиях. У нас нет разногласий с Соединёнными Штатами. У них есть только одно разногласие. Они хотят сдерживать наше развитие. Говорят об этом публично. Вот всё остальное, производное от этой позиции. Всё. И ограничение в сфере экономики, и попытка влиять на внутриполитические процессы в нашей стране, опираясь на те силы, которые они считают своими внутри России. Вот, собственно, в этом вся история. Естественно, мы обращаем внимание на то, что там происходит, но мы никогда не вмешиваемся, не лезем туда. Вот смотрите, сейчас мы слышим постоянно по поводу выборов, политических процессов в России и в некоторых других странах. Но вот прошли выборы в самих Соединённых Штатах. Почти половина избирателей в США считают, что выборы были несправедливыми. Это соцопросы в самих США, проведённые их американскими социологическими службами. Не мы это придумали, понимаете? Чего нам здесь придумать? В чём нас обвинять? Это не мы сказали. Это говорят сами социологические опросы, проведённые их же американскими компаниями. Вот, часть людей была недовольна. Известные события в начале года, когда протестующие зашли в Конгресс. Хорошо это или плохо? Ну, наверное, ничего хорошего нет, но это же не просто грабители и погромщики. Люди пришли с политическими требованиями. Ведь правда? Да. Значит, задержано было 450 человек. Значит, все они находятся под уголовным преследованием. 70 были задержаны сразу же, 31 из них до сих пор находятся под арестом. На основе чего? Кто-нибудь нас информирует об этом? Нет. А ведь это речь идёт о политике. Многим из них предъявлены очень жёсткие обвинения. Связанные чуть ли не с попыткой государственного переворота. Да? Почему это? Значит, мы сейчас не будем про Россию. В той же Беларуси много проблем внутренних. И мы хотим занимать нейтральную, на самом деле, позицию. Это всё дело белорусского народа. Но там это всё, значит, оценивается в одном свете и ключе. А в Штатах то же самое, но в другом. Вот двойные стандарты, от этого надо избавиться. Либо, вот говорят, ну допустим, в той же самой России правоохранители слишком жёстко ведут себя в процессе каких-то там акций уличных. А то, что в европейских странах расстреливают резиновыми пулями, глаза выбивают людям, гибнут люди на улицах, водомёты применяют, слизоточивый газ, это нормально? Вот я разговариваю с одним из своих коллег, партнёров, тоже без имён. Я ему говорю, а там у вас как? Ничего? Это всё можно? Значит, речь шла о Беларуси. Он мне отвечает, ну мы же демократическая страна. Ну вы понимаете, это же смешно. Резиновая пуля выбивает глаз. Ну, пострадавшему надо сказать, ну ничего, ничего, ничего. Это же демократическая резиновая пуля. Ну, потерпите. Людям же от этого не легче, правда? Нужны общие стандарты, подходы, оценки, единообразно понимаемые. Можно ли это сделать? На мой взгляд, очень маловероятно, имея в виду, что это всё используется как инструмент такой политической борьбы. Но стремиться к этому нужно. Вы знаете, у нас шуточки есть всякие на этот счёт. Того не сделать и того не сделать. Но стремиться к этому нужно. Поэтому стремиться к этому нужно. Владимир Владимирович, вы знаете, в первой части вашей речи вы встали на такой опасный путь. Вы как будто бы защищали тех, кто вошёл в Капитолий. А в социальных сетях это могут воспринять как их поддержку и заблокировать во всех социальных сетях. Ну, наверное, не вас, сайт Кремлин.ру. Значит, во-первых, я сразу же сказал, что не считаю, что это хорошо. Вы, видимо, невнимательно слушали. Первое. Во-вторых, я не даю оценок самому событию. Я говорю о том, что за этим последовало. А в-третьих, плевать я хотел на то, что меня где-то кто-то заблокировал. Понимаете, для меня важнее другое – доверие российского народа в том качестве, в котором я сейчас нахожусь.